Здравствуйте! В эфире программа «Время новостей». Смотрите выпуски. Мы знаем в каком он состоянии. Долгое время находился. Заброшенные были фактически выброшены на ветер бюджетные деньги. Сейчас мы его обследуем. Асфальтом по бездорожью. В поселке Акмечеть стартовали работы по проектированию современного дорожного покрытия. С сегодняшнего фактических дня, юридически, с понедельника, заместитель руководителя и руководителя в терротделе принципиально новая. Борьба с бюрократами и проверки на вылет. Председатель Госкомрегистра республики посетил территориальные отделы в Сахском районе. Здесь вы видите пруд-накопитель. Здесь вот слева водосброс. Вода поступает у нас с Белогорского и Тайганского водохранилища по реке Биок-Карасу. Даешь воду восточному Крыму. В Нижнегорском районе начал работу новый гидроузел. Расстрелянная правда. В Крыму с особой болью и негодованием отмечают эскалацию политического кризиса на Украине. Президиум госсовета республики выступил с официальным заявлением, в котором отметил, что киевская хунта, опираясь на неонацистские батальоны, расстреливает и сжигает мирное население, а также проводит политику тотальной зачистки всех, кто не согласен с так называемой украинской идеей. По словам членов президиума, крымчане неоднократно пытались достучаться до сердец и умов украинцев, предупреждая об угрозах неонацизма. Но заявления и обращения не были услышаны, а под каток зачисток инакомыслящих и неугодных попали наиболее яркие борцы-антифашисты. Президиум Крымского парламента выразил искренние соболезнования родным и близким безвинно погибших, а также заявил о своем решительном протесте против насилия, ставшего нормой в нынешней Украине. Владимир Константинов провел очередной прием граждан. Пообщаться с главой Крымского парламента пришло немало желающих. Проблемы у людей разные, но не новые. Это в первую очередь вопросы, связанные с детскими садами, халатностью чиновников на местах, а также тяжелые ситуации отдельных людей и семей. По всем из озвученных проблем были даны соответствующие поручения профильным ведомствам, а некоторые вообще решили на месте. Очень важна и персональная помощь, и на этом мы сейчас концентрируемся, в этот период приема. Стараемся, чтобы каждого человека, которого мы принимали, все-таки максимально ему помочь. Вот это во время этого приема и произошло. Очень важно, на мой взгляд, то, что люди доверяют власти, надеются на власть, и поэтому этот кредит доверия власти не растерян, поэтому наша задача его укреплять и работать в этом направлении. В преддверии 232-й годовщины провозглашения манифеста Екатерины II о присоединении Крыма к России у Долгоруковского обелиска прошло торжественное мероприятие. Политики, борцы народного ополчения, школьники и простые граждане полуострова возложили цветы к шпилю. Также для присутствующих устроили краткий экскурс в историю. 19 апреля 1783 года был издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России, который подготовил князь Григорий Потемкин. История идет по спирали. Опять находимся, вы же помните, когда в 1783 году был издан манифест, многие страны тоже не признали и сказали, что присоединение Крыма это было незаконно. На сегодняшний момент находимся опять в той же самой ситуации. Я думаю, что это очень важно и необходимо для наших поколений. Потому что тот народ, который забывает свою историю, который не знает ее, не помнит, у того нет будущего. А у нас, я уверен, будущее есть, есть перспективы. Нам очень важно во всем национальном многообразии Крыма сохранить мир на крымской земле, вспомнить о событиях 19 апреля, о воссоединении Крыма и Екатериной, и понять, что без этого воссоединения, по сути, не могло произойти и воссоединение 16 марта 2014 года. Вопреки тому, что украинские власти перекрыли Северокрымский канал, в питьевой воде восточной части полуострова никто нуждаться не будет. Это стало возможным благодаря новому гидроузлу в Нижнегорском районе. По нему пошла вода из Белогорского и Тайганского водохранилищ. На его строительство из республиканского бюджета было выделено почти 8 миллионов рублей. Пруд гидроузла способен аккумулировать 200 миллионов кубов воды в год. Его глубина 3 метра. Отсюда ценный ресурс перетекает к насосной станции природным путем по течению реки Бьюк-Карасу. Для республиканского бюджета это очень экономно. Эта 16-я насосная станция является последним и самым значимым связующим звеном в передаче воды на Феодосийское водохранилище Северокрымского канала. На обновление ее силового оборудования российское правительство намерено выделить 200 миллионов рублей. До этого, по словам работников, тут о таких вложениях даже не мечтали. Если деньги и выделялись, то это были крохи по сравнению с тем, что необходимо. Главное, на текущий ремонт хватало. Данному оборудованию более 40 лет. Бывают, конечно, поломки, но мы их устраняем вовремя. По словам машинистов, если включить все 4 насоса станции на полную мощность одновременно, то польется настолько мощный поток воды, что она будет выходить за края канала. Поэтому обновление оборудования тут необходимо скорее для экономии энергии. За сутки это 24 тысячи киловатт. После реконструкции насосной станции, которая предусмотрена федеральной целевой программой, этот расход уменьшится до 600 киловатт в час или 14 тысяч киловатт с электроэнергии будет потребляться в сутки в одним агрегатом. Соответственно, экономия электроэнергии при нынешних условиях Крыма, конечно, это очень важный фактор. Для того, чтобы переоснастить насосную станцию новой аппаратурой, понадобится почти два года. Сейчас тут все работает исправно. Отсюда вода в необходимых объемах поступает в Феодосийское водохранилище. Длина плотины, то есть дамбы, на которой мы стоим, 2140 метров. Это самая длинная дамба в Крыму. Водохранилище сейчас заполнено на 75%. И дальше идет заполнение. То есть на летний период для Феодосии этой воды будет достаточно. Оно всегда наполнялось за счет Северокрымского канала. Полный объем водохранилища более 15 миллионов кубометров. Площадь зеркала 240 гектаров. Этого хватит, чтобы обеспечить Феодосийско-Судатские районы питьевой водой. А вот для того, чтобы было достаточно ресурса для полива, необходимо содействие украинских властей. Нужно, чтобы они возобновили подачу воды из Днепра. По этому поводу федеральное правительство уже начало переговоры. А пока крымчане вынуждены надеяться не столько на братский народ, сколько на небесную канцелярию и естественную наполняемость водохранилищ. Дмитрий Попов, Александр Тегнири. Одно. Время новостей. Нижнегорский район. Плохая организация, халатные отношения к работе и самое главное – жалобы местных жителей. Последнее время в адрес руководства республики участились обращения жителей города Саки и Сакского района по поводу неудовлетворительной работы территориального отдела Госкомрегистра. И все же неоднократные проверки результата не дали. Ситуацию изменил личный визит председателя Госкомрегистра Александра Спиридонова. По его итогам сотрудникам представили новое руководство. Мне самой плохо было. Позавчера я была 19-й в очереди, 4,5 часа отстояла и домой ушла. И таких, кто не дождался своей очереди, огромное количество. Люди жалуются, чтобы попасть в нужный кабинет, вынуждены буквально ночевать под дверями. А это уже льготная очередь для ветеранов-инвалидов. По закону, каждый из них должен быть принят и оформлен в течение одного дня. Однако, руководство Сакского территориального отдела Госкомрегистра, вероятно, об этом не знало. Поэтому очередь не только не уменьшалась, но и регулярно добавлялась. Я неоднократно обращалась сюда, приезжала к Елене Юрьевне по вопросу постановки на кадастровый учет. Приезжаем сюда в Саке, стоя в сумасшедшую очередь. Записавшись там 1500 или 700, это 1 апреля, пришли к ней на консультацию. Предоставила опять все документы. Она в категоричной форме. Нет, приедете в субботу. И так было до момента, пока с внеплановой проверкой не приехал глава Республиканского Госкомрегистра. К такому местный отдел был явно не готов. Суть крайне неудовлетворительная. Когда лица 80-летнего возраста ожидают своего приема, а товарищи сомнительной наружности как-то резко сполыхнулись и вышли из здания. Реакция от Александра Спиридонова не заставила себя ждать. С сегодняшнего фактического дня, юридически, с понедельника, заместители, руководители и руководители в терротделе принципиально новые. Это опытные люди, занимающие сейчас руководящие должность в центральном аппарате, до этого работающие в Российской Федерации. Также будет прикомандирован специалист по приему документов. Я, может, должен как-то перед сычанами извиниться, что не сразу имел возможность прикомандировать сотрудников, прошу понять правильно. Схожие решения принято и по Нижнегорскому районному отделению Госкомрегистра. Там, правда, понизили руководителя, который не справился со своими обязанностями. А вот рядовой состав специалистов пока отделался легким испугом. При этом глава ведомства предупредил, в будущем при подтверждении поступающих от граждан нареканий, провинившихся, вначале накажут рублем, а потом уже и увольнением. Да и уголовную ответственность никто не отменял. Принимая во внимание все недоработки предыдущего руководства, новым уже составлен план первоочередных действий. Первая очередная задача у нас – наладить нормальный прием. Вторая ситуация – это непосредственно будет распределение нормальной нагрузки на регистраторов. Плюс надо будет наладить работу непосредственно с администрацией, с районными БТИ. К своим служебным обязанностям новоназначный руководитель САГСского отдела приступит уже в понедельник. Такие внеплановые проверки по отделам руководство Госкомрегистра будет проводить и дальше, причем без предупреждений, чтобы из первых уст узнавать о проблемах, с которыми сталкиваются горожане. И есть уже претенденты на следующую итоговую проверку. Евпаторийский отдел после САГСского стоит на втором месте по количеству жалоб. Ольга Савенко, Александр Сафонов, Время новостей, САГИ. Семь футов под Килем. В Крыму постепенно начинает возрождаться одна из старейших отраслей промышленности. Свои первые шаги в новых условиях делает кораблестроительное предприятие, которое при Украине находилось на грани исчезновения. Подробности в нашем следующем сюжете. Возрождение из пепла. Так можно охарактеризовать ситуацию на Севастопольском морском заводе имени Сергу Арджоникидзе, ровеснике города-героя. Пережившие две обороны Севастополя, завод сейчас в стадии уже четвертого по счету восстановления. Его разрушали во время Крымской, Гражданской и Великой Отечественной войн. В мирное время забить последний гвоздь в крышку гроба предприятия попытался его недавний собственник Петр Порошенко. Безрезультатно. Слишком сильны традиции старого завода. Я помню, в заводе стояло одновременно 40 вымпелов кораблей, судов, подводных лодок. Мы делали все боевые корабли и подводные лодки первого и второго ранга, то есть самые крупные. Ремонтировались скитобойные флотилии, все научно-исследовательские суда. К нам перегонялись сложная техника, военно-морская и морская, со всех флотов Советского Союза. В судостроении мы строили знаменитые плавучие краны. Теперь, после национализации, заводчане твердо намерены вернуть предприятию былую славу. Коллектив твердо уверен, что мы не просто возродим завод, но и вернемся именно к тем объемам, которые были здесь, я имею в виду производственные объемы, которые были здесь в лучшие годы его жизни, то есть в советское время. И к той производственной загрузке, конечно. Тем более, коллектив чувствует поддержку как правительства, губернатора, так и вице-премьера Рогозина Дмитрия Олеговича, который был у нас недавно на заводе и, в общем-то, выразил свою поддержку. Керченскому судостроительному заводу «Залив» тоже приходилось не сладко при прежней власти. Его методично уничтожал Живага. Не тот литературный персонаж, а вполне реальный осязаемый украинский олигарх. После того, как предприятие смогло избавиться от такой убийственной заботы, оно планирует вернуться к тому, чем прославилось в советские времена – строительству крупнотоннажных танкеров. Конечно, мы планируем. Все равно крупнотоннажный флот России нужен, и он все равно будет строиться. Мы на это рассчитываем и готовимся. Восстанавливать свои мощности крымским судостроителям приходится фактически в военно-полевых условиях. Цеха приводят в порядок одновременно с выполнением первых долгожданных заказов. Алексей Щербак, Время новостей. Новая жизнь – новые дороги. В поселке Ак-Мечеть, месте компактного проживания крымских татар, стартовали изыскательные работы, предшествующие проектирование и укладки современного дорожного покрытия по былому бездорожью. На очереди – Марьина, Фонтаны и Хушкельды. Подробнее об этом наш корреспондент Алексей Щербак. Программа обустройства мест проживания ранее депортированных граждан прямо прописана в указе президента России об их реабилитации. Ее реализация проходит в тесном контакте с местными жителями и при их полной поддержке. В данном случае по городу Симферополю активную гражданскую позицию занимает заместитель главы администрации Тейфу Крифатович Гафаров. Полностью вопрос находится под его личным контролем. Он сам выезжает в места компактного проживания, общается с местными межлисами, с местными общественными организациями, лидерами мнений. И поэтому сегодня благодаря такому слаженному взаимодействию мы получаем такой результат. Времена, когда микрорайон после каждого дождя превращался в болото, должны уйти в прошлое, подчеркивает вице-премьер. Такого внимания жители Ак-мечети не видели 23 года. Вот приехали геологи, делают разведку, копают грунт, хотят узнать. Информация такая очень, знаете, благоприятная, интересная, что на самом деле с сегодняшнего дня начнется работа, и весь микрорайон, особенно второй, будет заасфальтирован. На той половине, в третьем микрорайоне будут тоже 3-4 улицы. То есть все микрорайоны начинают заасфальтироваться. Это прекрасно. И проектировщикам, и подрядчикам работ выступает одно и то же предприятие, что дает надежду на качественную укладку дорожного покрытия. Планируем здесь использовать инновационную технологию методом холодного ресайклинга, подготавливать основания. И, соответственно, снивелировать, сжать сроки. То есть непосредственно рабочие техники у нас приступят к самые простые участки буквально через 2 недели. Всего на укладку дорожного покрытия в микрорайонах подрядчику предоставлено 3 месяца. Параллельно будет возрождаться бытовая инфраструктура поселков. Могу сказать за ФАП, здесь конкретно в Акмечете. Мы знаем, в каком он состоянии, долгое время находился. Заброшенные были фактически выброшены на ветер бюджетные деньги. Сейчас мы его обследуем, посмотрим сумму необходимую для окончания строительства. И возможно, что в ближайшее время вместе, параллельно с окончанием работ по дорогам, запустим здесь ФАП. В перспективе строительство детских садов и других социальных объектов. Алексей Щербак, Время новостей. Последние звонки в крымских школах прозвенят 21 и 22 мая. Выбрать дату администрации учебных заведений могут самостоятельно. Об этом на пресс-конференции заявила министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова. Через 3-4 дня после завершения учебного года стартует кампания по сдаче ЕГЭ и других выпускных экзаменов. В ходе конференции Наталья Гончарова сделала акцент и на самых важных моментах вступительной кампании, которая начнется в Крыму практически сразу после окончания государственных выпускных экзаменов и единого госэкзамена. 10 вузов республики уже заявили, что они будут осуществлять набор абитуриентов. Условия приема уже определены. Это прием заявлений до 31 июля. Это сама организация приемной комиссии. Затем до 9 августа будут проходить вступительные испытания. Что касается абитуриентов, которые поедут за пределы Крыма, в вузы на территории других субъектов Российской Федерации, здесь прием документов будет осуществляться до 8 июля. Что касается сдачи единого государственного экзамена, то он для крымчан в этом году не обязателен. Но те, кто все-таки решит испытать свои силы, должен усвоить. Списать не получится. Наталья Гончарова заверила, в целях обеспечения порядка будет внедрена система онлайн-наблюдения. Это поможет исключить любые хитрые маневры абитуриентов и не даст никому воспользоваться подсказками. Также был поднят вопрос о ЕГЭ-туризме. Речь идет о выпускниках школ, которые решили сдать госэкзамены на полуострове, рассчитывая на более мягкие условия. Мы сегодня видим определенную категорию, зарегистрировавшись, которая вызывает те или иные сомнения. Но ЕГЭ-туристами как таковыми мы их признать на данный момент еще не можем. Они вправе зарегистрироваться, мы им не должны и не имеем права отказать. Зарегистрированы абсолютно все. Но в Крыму пять пунктов, которые будут принимать единый государственный экзамен, они будут оборудованы по последнему слову техники, по самым строжайшим условиям и стандартам Росвобороднадзора России. Поделиться многолетним опытом с молодым поколением. 17 апреля отмечают День ветеранов органов внутренних дел. В Российской Федерации его празднуют впервые. В Симферопольском колледже транспортных инфраструктур прошла встреча ветеранов с молодежью. Сегодняшняя встреча хоть праздничная, но преследует больше профилактической цели, чтобы уберечь молодежь от неправильных, необдуманных шагов. Одно из главных направлений или целей нашей встречи – побудить чувство патриотизма у молодых людей. Потому что сегодня как никогда нужно объяснить людям, что нужно любить Родину. В Крымской столице подвели итоги конкурса школьных музеев. Он проходил в рамках общереспубликанской акции «Воспитываем патриотов». В борьбе за звание лучших приняли участие более 70 школьных музеев, в которых представлены материалы по Великой Отечественной войне. В торжественной обстановке победители получили свои заслуженные грамоты и подарки. Награждали в трёх номинациях – музей «Центр патриотического воспитания», «Музейное событие года» и «Виртуальный музей». Участники соревнования рассказали, для победы пришлось провести большую работу. Мы охватили своими экспозициями целый ряд частей воинских соединений обороны Перекопа в 1941 году и освобождения в 1943-1944 годах. Поэтому экспозиции делятся на отдельные разделы. И то, что было собрано, когда-то пополняется музей постоянно. Всего в конкурсе приняли участие более 70 крымских школьных музеев, в которых представлены материалы по Великой Отечественной войне. Это были видеоролики, в которых рассказывалось о поисковой работе, о просветительской работе музеев. Согласно критериям, жюри отобрало лучшие музеи, которые проводят большую работу и в том числе проводили к 70-летию Великой Победы. Большую поддержку в проведении и организации конкурса оказало профильное Министерство Республики. Министерство образования поддерживает все конкурсные программы, которые воспитывают в детях патриотизм, любовь к родине. Это необходимо для того, чтобы наши дети не были демьянами, не помещами своего родства. По словам организаторов, победа в этом конкурсе имеет лишь второстепенное значение. Главное – это самоучастие, ведь оно не просто популяризирует школьные музеи, но и повышает интерес самих учащихся к истории Отечества. Екатерина Наумова, Михаил Басов. Время новостей. Профессиональные герои. На стадионе Главного управления МЧС России в Крыму соревновались гарнизоны пожарной охраны. В борьбе за первенство приняли участие 9 команд из разных городов республики. По легенде, в автомобиле находилось двое пострадавшим, которым участники оказывали первую медицинскую помощь. Но перед тем, как добраться до них, предстояло пройти ряд тяжелых испытаний. В результате с небольшим отрывом от соперников победила команда 1-го пожарно-спасательного отряда Симферополя. Победители от Крыма, команда, победившая в данных соревнованиях, примет участие в общероссийских соревнованиях, которые будут проходить в конце мая этого года. В Симферополе на базе Дворца детского и юношеского творчества завершился открытый республиканский турнир по художественной гимнастике под названием «Крымские грации». В соревнованиях приняли участие несколько сотен спортсменок 1999 и 2009 годов рождения. Подробности далее. Строгие судьи, яркие эмоции и, конечно же, слезы победы. Ежегодный открытый республиканский турнир удался на славу. Спортсменки показали отличный уровень готовности. Не случайно в подавляющем большинстве категорий лучшими были именно «Крымские грации». А у них, как выяснилось, своя мотивация. Хочу, чтобы у меня был дом, машина, детей тренировать. Я хочу в будущем стать чемпионкой мира. В тренерском штабе сборной Крыма особенно подчеркивали важность соревнований. Дело в том, что этот возраст едва ли не самое фундаментальное в становлении гимнасток. Поэтому на победительниц этого турнира большой расчет уже в рамках сборной «Булуострова». Обидные падения от трюки невероятной степени сложности и, конечно же, эмоции. Открытие сезона экстремальных видов спорта в Крыму получился, как всегда, насыщенным и богатым на события. Самым красочным получился турнир в Симферопольском скейт-парке «Таблетка». Там соревновались скейтеры и роллеры. Сами участники предпочитают называть подобного рода мероприятия не соревнованиями, а скорее дружеской встречей. Они не ставят себе цель, во что бы то ни стало завоевать первое место, куда важнее поделиться со всеми собравшимися новыми наработками и трюками. Обычно обкатка каждого из них – это в лучшем случае десятки синяков и ссадин, в худшем – переломы растяжения. Тем не менее, чувство страха спортсменам-экстремалам неизвестно. К примеру, самый юный участник республиканского турнира, 12-летний Симферополис Григорий Шистко, в этот раз остался без педестала почета. Однако удовольствие, по его словам, нельзя измерить кубками и грамотами. Юноша покорил многочисленных зрителей своей самоотверженностью и поразительным упорством. Ведь после неудавшихся попыток он пробовал исполнить трюк снова и снова. Я как бы заволновался, и в принципе, ты когда начинаешь ехать, такая тяжесть небольшая есть. И некоторые трюки просто не хотели получаться. Тоже философски к своему выступлению относится еще один Симферополис Владислав Житню, которого на скейт поставил отец еще в 4 года. По его словам, специфика скейтбординга заключается в том, что здесь никогда не бывает абсолютно идеального выступления. Всегда найдутся какие-то мелкие ошибки. Меня поставил на доску у папа в 4 года. Он тоже катался. И вот так вот все вышло. Я ходил на карате, я был чемпионом России, мира. И потом, ну, я понял то, что это не мое. То, что вот я катаюсь и больше мне ничего не надо. Экстремальные виды спорта сейчас получают в Крыму достойное развитие. К нуждам рисковых спортсменов прислушиваются чиновники. А многие крымчане наконец-то прочувствовали всю специфику. Как результат, в зрительской поддержке проблем теперь нет. Еще бы неплохо и со скейтпарками вопрос решить. Потому что на сегодняшний день легендарная таблетка в Симферополе – это, по сути, единственное серьезное место централизованного сбора крымских любителей экстрима. На самом деле, амплитуда возрастная очень широкая. То есть, если это взять 12-летнего тинейджера, это ему нравится, и он хочет этим заниматься. И взять 50-летнего роллера, который будет тоже кататься для не покорения каких-то трюков, а для поддержания своего личного здоровья. То есть, это прежде всего культура спорта, культура здоровья и культура семьи, потому что здесь приходят все семьями. Я пришел со своим сыном, я пришел сюда со своей маленькой дочкой. В оргкомитете напомнили, это пока только открытие сезона. Его кульминация намечена на начало августа в Оленевке. Там пройдет фестиваль «Экстрим Крым-2015», в котором поучаствуют лучшие мастера из разных стран мира. Среди них, конечно же, и крымчане. Валерия Населян, Андрей Трещук, Время новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с Первым Крымским.